трагедия жизни судьбы человека зачастую предопределена еще до его рождения на моем примере мы это обсудим запихивать в premiere pro это видео только для того чтобы отредактировать звук я не буду мне уже это честно надоело пока потерпим потом куплю нормальную камеру вообще по идее то должна быть нормальная камера но что-то такое с звуком происходит да то есть ничего резать не буду вот как вот есть так и есть да безусловно в некоторых судьбах прослеживается что человек просто совершает ошибки ошибки за ошибками ну такой дурачок он с одной стороны да а иногда даже ошибки не являются следствием его мозговой неактивности да или слабой мозговой активности вот так вот просто вот не фартит да то есть три случая трагичной жизни первое это уже предопределенного до рождения при рождении да событием каким-либо которая в дальнейшем на всю жизнь повлия ее испортит второе человек совершает ошибки из-за собственной глупости да из-за собственной глупости и третья случайность ошибка из-за случайности ошибки из-за случайности и такое может быть но все же вот вокруг да около идет все это тема что как бы вроде а мы не виноваты да потому что мозги не выбирают ошибки мы не под нашим контролем мы не контролируем то есть все вокруг да около того что по сути трагичной жизни от нас не зависит вот на моем примере да как все у меня произвольно произошло откуда вот муки по жизни мои вот идут и не останавливаться бесконечная жизнь мученическая просто я называют медленной казнью до от рождения до смерти вот как все началось надежда николаевна кузьмина девушка ну женщина да на то время которой говорили а вот вы не сможете родить так вот смотрят там на ее матку того ну все таки вот органы где-то родные как все развито да а не сможете вы родить так вот все забавно там происходит как у девчонок очень не развито поэтому делу абсолютно а фиг вам врачи буду делать там попытки 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 не получалось тогда залететь от моего отца все серьезно да и до моего отца там ребят ребятки присутствовали в ее жизни потому что ну характер харизма красота как на такое не клевать да то есть у него ну количество мужиков проблем не было да но потом мой отец появился и в общем то упертый человек получилось у нее таки залететь залететь это одно а тебе нужно выносить понимаешь а у тебя такой организм слабый женский да там тесно банально так вот все и значит я уже начинаю вылетать один раз зашивают второй и вроде на сохранение наш три раза лежала понимаете три раза то есть вот это уже предопределена судьба а это что значит это не просто ты уже вылетаешь и тебе там тесно безумно ты мучаешься то есть ты еще не вылез чем можно сказать не родился внутри родился еще до этого процесса вылезания по сути ты уже мучаешься страдаешь вот что я называю предопределением трагичности судьбы вот самого начала как все пошло все дальше у тебя мозг затачивается на муки на муки потому что вот это для тебя уже естественно я не скажу что это для тебя приятно кайфово но это для тебя естественно совершенно разные вещи очень в конечном итоге все таки удалось и выносить с трудом и вот что происходит вылаживая еле-еле тесно весь это самое скрученный все у меня сжато болезненный нет мелочь такая пузата и меня сразу же от нее забирают понимаете в реанимацию все опять стресс то есть я у нее там в животе лежал мучился да и тут сразу реанимацию разлучаются матерью ничего не понятно ни о каком кормлению грудью и речи не шло а это друзья мои ну когда вот так вот разъединяют мать с детем да все у него молоко там до свидания до свидания а я несколько месяцев там пролежал то есть меня там откачали можно сказать да и жрал я хрень всякую вместо того чтобы питаться материнским молоком и мать не видел врачи какая-то непонятная обстановка свет всякая дрянь понимаете и я уже не говорю о том что иммунитет страдает если тебя ну так вот гипотетически если тебя не кормят материнским молоком а кормят всякими смесями непонятными гораздо хуже твоему ему и иммунитету будет вот так вот природа заложила не заменить не заменить материнское молоко все пошло-поехало страдания страдания и иммунитет да значит как то тоже на матери на моей видимо это отразилось что такой еле-еле блин вылез только она тоже намучилась со мной по всей видимости что все звездец сейчас я его в оковы заберу а то еще подохнет и гиперопека началась да плюс она сама была стеснительным и отец достаточно стеснительный то есть и гимны генетически тоже было получается придалось стеснение а стеснение в моей жизни это тоже это безумное страдание ну про это сниму отдельный ролик то нужно понимать просто продолжение темы как социофобия губит мою жизнь да это тоже как часть мух как часть казни ну и соответственно тут результат гиперопеки и генетики вот это бесконечное стеснение тоже мешало жить дальше дальше вот воспитание материнское воспитание раз взялась за меня я без нее ничего не мог сделать потому что стеснение опять и еще такой факт слушайте но это не просто мать вот ну так вот произошло у нее с психикой видимо не может быть просто она не может свои эмоции контролировать не могла тогда это бесконечное ругание меня бесконечное ну не будем материться битье меня выдирание волос там сказы в формате что я тебя этот в детдом сдам я это воспринимал всерьез хотя бы потому что у меня бабушка работала в детдоме причем она не в простом детдоме работала там где ну ребята такие вот немножечко дурочки дурочки в общем и вот так вот проходит детство бесконечное вот это вот стеснение и тут меня родители понятно без моего ведома вот моя судьба она целиком и полностью в детстве принадлежала родителям ну в основном матери да и вот меня выдают в секцию в начале тэквондо вот первое занятие вот я прихожу меня мама за ручку ведет у меня кроссовки а там маты и тут же меня опозорил перед всеми тренер что какого хрена ты в кроссовках все тоже вот началось а я стесняюсь и вот вот это вот мой первый заход в тэквондо очень я мучился там тоже каждый день когда была тренировка тренировки были три раза в неделю были меня также этот момент когда вот блин сука на следующий день тебя будет тренировка пиздец это стеснение это тоже вот бесконечно эти вот трагедии вот в постоянном этом стрессе я жил жил тренировка тренировка не хочу эти тренировка отказаться ты не можешь потом уже когда ну совсем там шарики за ролики мать ну начала уже наконец-то начала сама понимать я тут ничего не мог сказать что ну да что-то парнишка мучается ну давай его переведем на более лайтовую версию айкидо пошло стеснение волнения муки но уже меньше и за это как говорится спасибо ну как я завидую людям которые через все это не приходит не проходили у которых была свободная жизнь понимаешь да и бегали прыгали резвились там гуляли во дворе кайфовали пока я вот вынужден был ходить на эти долбаные тренировки опять же потом каждые выходные с родителями как они дача хренача вот я завидую у меня друг бегает с моей любимой там девчонка которая мне на тот момент нравилось во дворе там резвятся да я вынужден с родителями опять же ничего не могу противопоставить этому не могу там сказать я не хочу с вами все вынужден рад да целиком и полностью судьба говорю в руках их находится ну и соответственно много рассказывать об этом не буду где тут как говорится моя вина в общем все дальше по поводу того что вот слабый иммунитет развиваем тему да то что не кормление материнским молоком постоянно болел опять дальше вот это вот какая-нибудь там гипердинамия или как это называется когда у тебя постоянно мышцы вот так вот сжаты уже там было тесто это все передалось на дальнейшую жизнь то есть я постоянно тоже сжат и сжат как мышцами как телом сжат так и соответственно внутри сжат стеснительно вот этот комплексы и все такое да то есть это все передано еще до вылазивания в этот мир уже было все предопределено еще да идем дальше иммунитет хитовидка все такое все летит значит пошли прыщи ну прыщи у всех ну прыщи у всех ну нет там говорят вот эта вот ошибка тоже моих родителей пройдет со временем пройдет период просто такой не проходит не проходит не проходит не проходит черт возьми я 12 лет мучаюсь то есть уже ну какое количество лет прошло а все не проходит то есть сейчас уже мне там я сам взял волю в свои руки там с некоторого момента до гриста повзрослел но тем не менее все это время я мучился не это не просто были прыщи это вначале демодекс в общем это такая хрень вот бляха муха у тебя все лицо это я то хрен еще вывести потом пошли сопрофиты там уже другого варианта более наглые которые не вывести просто антибиотиками как демодекс тот же метр гила мажешь все ушел вот постоянно постоянно эти мучения и вот представь вот ты вот такой вот весь вот весь зажарь и прыщи и как ты можешь нормально коммуницировать с девушкой как когда вокруг тебя более-менее все нормально и бегают там резвяются на все у них нормально там кожа вот чуть-чуть прыщик вышел еще один начнем пофиг а то что было у меня но это просто страшно смотреть приятно страшно смотреть это безумный стресс безумный стресс от этого каждодневный стресс вот какой я был ситуации насколько внутренне мне было тяжело в том числе из-за этого даже не представляете даже не это все предопределено вот эти вот прыщи понятно дело что отворачиваем до детства еще раз слабый иммунитет не кормежка молоком и так далее все это из-за этого из-за слабого иммунитета я все там полезно демонтекс другая хрень бы сапрофиты сапрофитами они живут в ус не дают в большинстве из нас у меня не так вот начали ну просто в паразитах угрозы значит дальше идем зубы вниз я могу до сих пор вам показать дашь на пруфы говорится да какой-то творится беспорядок особенно напольный да вверх я сделал ну что было сверху ну еще дополнительно с учетом низа тоже гены ну иммунитет все вот это вот все больная щитовидка все из-за этого все там пошло наперекосяк это было тоже страх вот весь урод мы не будем так говорить ладно будем говорить самокритично блять в этих прыщах демодексе весь скованный и у тебя еще и зубы на на улет наперекос идут это страшные зубы блин я до сих пор приходится по старой памяти вот скрывать можно сказать верхнюю челюсть потому что там был ну уж поверьте мне я не встречал ни разу человека у которого были настолько кривые зубы вот вам доказательство от низа а что у нас сверху представьте сверху это все-таки торчит в общем были долбоебы определенного рода за которые мне еще об этом напоминали да ты приспорить прыща выдать веру выдавайте какие зубы косые в общем это тоже дополнительно повлияло соответственно со всей вот этой вот кубатурой мы действуем до что насколько усложнена из-за этого жизнь насколько усложнена кому-то пока нет вот из таких ситуаций все складывается вся тут проблематичная жизнь и вот по поводу стеснения что даже вот тоже вот родители как они боролись со стеснением сейчас секунду просто я только сейчас вспомнил про это детстве мне безумно понравился вот такой брелок только зеленый продавались активно в киосках да я только сейчас про сегодня вспомнил да когда вы в туалете соответственно и папа говорит я говорю я вот эту штуку хочу купи мне пожалуйста что я сам стесняюсь он знает прекрасно что не смогу я не смогу я купить он мне дает деньги говорит я тебе покупать не собираюсь но ты вот сам вот только если возьмешь и купишь только тогда достанется тебе это сердечко такое только зеленое у меня сердце все заболело это такое стеснение такого волнения такой стресс все это я на всю жизнь запомнил это понимаете травма травма я не могу я хочу безумно но не могу купить то есть это тоже опять же страдания мучения так далее вот такие меня были родители так они очень непонимали с абсолютным непониманием к не относились моему состоянию лишь его усугубляли могли бы помочь опять сводить правил краснотологу зная что моя судьба в их руках зуб зубы выпрямить зная что я каждый день говорил каждый день напомнил что я мучаюсь мучаюсь но почему не сводить да не помочь там был случай когда сводили разок и тут же мама сказала что мне не нравится врач мы больше заходить не буду все на этом все . 18 лет вообще это событие могло бы изменить жизнь вот такой толчок позитивную сторону у меня все было выйдите вот так вот негативную надо жены чтобы вы понимали просто как судьба человеческая складывается как трагедия жизненная складывается что не то что ты сам сам вот просто свою жизнь угробил а как это еще раз до рождения все это уже печать поставлена печать мук печать вечных мук поставлен сейчас да пытаюсь от этого утеснения волнения прыщи ты дым ты дым пвм пвм обороть да я сейчас даже стесняюсь сейчас предположить насколько хреновый будет звук я еще ору какие там пики будут потерпим я терплю я мучаюсь передаю это вам чтобы вы понялись у нас чтобы вошли в положение да сейчас да сейчас момент я пытаюсь уже сам стеснение побороть хренение как вот это вот все вот через фактор социофобии стеснения насколько мне это угробило дополнительно жизнь это просто уже до отдельного видео это я вам расскажу в этом до этого часть рассказала вот основного будет рассказывала далее сейчас сначала просто заколюблю вот так вот сейчас я уже стараюсь эти муки когда у тебя такой груз в мозгах прошлого да насколько исковеркана изгублена жизнь там на на всем этом нейронном уровне все это там перемешано насколько депрессивные мозги понятное дело отсюда отсюда и появилась эндогенная депрессия и отсюда мне пришлось в психушку идти наконец-то я сам взял себя в руки но опять же с мамой за ручку пришел сам себя взял в руки нет мама меня взяла за руки да и привела в психушку ну хотя бы частично удалось эту эндогенную депрессию прикрыть да это удивительно вот таблетки я мучился столько лет столько лет сейчас этот депрессивный мозг хотя бы отпустили казалось бы да но нет потому что у меня сейчас лезет другое этот вот фоновый шум он ушел на время и тут мозг такой думает у меня было нормальное состояние с истоков да как я вылез что александр должен страдать а тут он убрался ужасные деструктивы и давай мне закидывать уже дальше другим способом негатив чтобы страдания продолжались там через определенного рода мысли навязчивые не навязчиво просто усиленные усугубленные до такой оценка негативной прошлое распоминания прошлом бесконечное что вот уже вот началось что действительно я уже ошибки совершал про них я в прошлом видео рассказывал предыдущем видео рассказывал вот так вот все складывается за единую картину да мук его чтобы сейчас из этого выйти вот как бы это не звучало да ужасно да вот это вот вечная трагедия вечной казни как мне кажется уже и не выйти полностью ну хотя бы частично все это приглушить но еще раз такая база негативная внутри мозг столько страдал столько я не буду рассказывать там сколько я перенес бед за счет этого все вот это вот удалить навсегда не получится травма на всю жизнь с начала жизни травма на всю жизнь сначала же еще даже до начала жизни на этой земле да и вот такой же вопрос философского характера это я сам задумался но потом эту мысль в нескольких источниках еще мне попадалось на короче говоря уже увереню вылавливал что мы при рождении до рождения еще так обсуждаем примерно выше начальством так далее какую жизнь мы потянем какая у нас будет судьба то есть выбираем ну то есть свободно же должна присутствовать да а так иначе все уж предопределен предопределен а тут нет мы это выбрали сами так ну давай-ка ребят подойдите сюда давай-ка выберем такую ситуацию что я буду мучиться мучиться соответственно а какие-нибудь преимущества мне за это будут награды в дальнейшем хотя бы при смерти будут ну логично было бы ему заявить да вот чисто по справедливости что ты мучаешься сейчас но ты будешь кайфовать потом и логично было бы точки зрения справедливости вообще представить туда гипотетически что все таки мы выбрали сами эту жизнь еще до рождения не путать то что мы выбираем как нам жить уже президент за счет воли наше и мы выбираем как line а то чтобы еще до рождения выбрали как нам жить какую судьбу нам прожили то есть мы сами знали на что шли прятала то есть мы сами все согласно брел все подписывали бумагу что ну действительно я согласен мучиться так ничего страшного как бы ничего за счет будущих благ после смерти все подписываем бумажечку все поехал в этот мир я родился я лунтик страдай какого хрена ты подписывал бумажку но никто из нас разумеется при при нынешней жизни при текущей не знает что он вот бумажку подписывал но с точки зрения опять же справедливости хоть какой-то нужно выстраивать справедливость да в этом мире картину справедливости насколько бы сложно это не было вот так вот это все мне представляется по крайней мере по крайней мере ладно про все остальное мы уже дальше да с вами обсудим потому что сколько можно грузить его вы как бы суть поняли может быть у вас это откликнется тоже частично да как у вас будем бороться будем стремиться будем терпеть и продолжать страдать как бы это не заебало уже с вами был александр кузьмин канал израиль и кузьмин давайте про диалог вспомним про диалог что формат диалога выписываем там обсуждаем все это но я в основном ваши комментарии обсуждаю как вы уже поняли в следующих видео всем пока не страдайте не берите пример с моей судьбы